добрый день меня зовут ахрименко дмитрий я microsoft сертифицированный тренер работаю в компании кибербионик систематикс я рад приветствовать вас на информационном видеоресурсе для разработчиков ITVTN тема сегодняшнего занятия пользовательские серверные элементы управления серверный элемент управления или custom server control это элемент управления который компилируется в отдельную сборку и используется как и любой другой серверный элемент управления например как button textbox label и так далее то есть серверный control это обычный c-sharp класс в котором есть определенные методы и свойства позволяющие этому классу превращаться в html разметку прошлая тема нашего урока разработка пользовательских элементов управления мы создавали юзер контролы которые состояли из ascx файла и файла код behind мы видели что у нас есть html разметка которая привязана к контролу и есть логика которая обслуживает html разметка получается что серверные контролы они у нас являются противоположностью юзер контролам они не содержат себе html кода это не как бы не страница а просто класс который описывает процесс создания разметки процесс работы отдельного элемента управления когда мы создаем серверные контролы мы можем пойти тремя путями первый путь это создать серверный control на основе уже существующего элемента управления например нам необходимо сделать кнопку с какими-то расширенными возможностями для этого мы создаем отдельный класс наследуем этот класс от типа button и добавляем в класс недостающую функциональность первый вариант создания серверного контрола второй способ создания серверного контрола это объединение уже существующих контролов то есть мы берем несколько текст боксов несколько button и разрабатываем класс который эти готовые серверные контролы выводит в пользовательский интерфейс и третий вариант создания серверного контрола это наследование класса контрола от определенного базового типа который задает только основную функциональность необходимую контролу и не предоставляет тут той логике которую которая генерирует непосредственно сам контрол и полностью обслуживает его работу на следующем слайде мы видим иерархию классов элементов управления сейчас в этом уроке и также следующем уроке мы с вами рассмотрим примеры которые покажут какие какие классы для каких целей можно использовать и в примерах мы увидим способы реализации той или иной функциональности мы видим что самым базовым классом для всех элементов управления является класс control этот класс задает основные свойства методы и события которые делают объект элементом управления в аэспонат странице следующий по иерархии класс это класс web control от него наследуется очень много системных элементов управления и его особенностью являются свойства и методы предназначенные для оформления элементов управления если мы должны создать элемент управления который не визуализируется то есть не отображается на странице то в таком случае мы можем пользоваться базовым типом control если же для нашего элемента управления должны использоваться css стиле допустим нам необходим цвет шрифта цвет фона рамочка вот все эти свойства уже заложены в control web control по сути почему у нас все элементы управления имеют одинаковый набор свойств допустим for a color back color border и так далее все эти свойства они находятся именно в веб-контроле соответственно наследуются дочерними классами следующие базовые типы это base data bound control для тех контролов которые привязываются к источникам данных это base data list контролы которые выводят списком данные например это data grid data list и следующий control базовый контрол это composite control это еще один абстрактный класс который позволяет нам создавать элементы управления состоящие из других элементов управления для примера можно взять control логин из membership провайдера что если представляет логин это control в котором есть два лейбл с текстом логин пароль два поля ввода соответственно для логина и пароля кнопочка войти и чекбокс запомнить то есть мы используем стандартные серверные контролы для того чтобы создать логику для интерфейса логику для авторизации пользователей так как мы используем просто составные делаем делаем составной элемент управления мы можем использовать вот базовый тип composite control сам класс base data bound control используют имеет также дочерние классы это data bound control чаще всего при разработке серверных элементов которые привязываются к источникам используется именно этот класс так как в нем реализованы некоторые абстрактные методы которые которые находятся в родительском классе и если мы используем data bound control то у нас нет необходимости заморачиваться с определением работаем ли мы сейчас с объектом в качестве источника данных либо мы работаем с и скей дата сорсом либо еще с каким-то другим типом источников то есть это все уже реализовано в base of data bound control поэтому это тип данных наиболее будет удобным когда мы создаем control привязывающийся к данным если мы создаем элементы управления подобные например меню или 3 view то есть те которые отображают данные в иерархической структуре мы можем использовать ир артикал татаба он control такие элементы управления как grid view наследуется от типа композит data bound control то есть grid use тот же он у нас может использовать привязку данным и также grid view в каждой своей строке содержит не просто данные которые вытащены из базы но еще и элементы управления такие как выпадающие списки поля вода в кнопки поэтому и называется control composite data bound control потому что он состоит из элементов управления и также привязывается к данным и последний класс в иерархии то лист control который используется всеми списочными контролами такими как дата лист мал этот лист и так далее давайте теперь посмотрим как создаются серверные контролы в первом примере в солюшине у нас есть два проекта первый проект это класс library обычная библиотека второй проект это web application то вы приложение которое будет использовать классы находящиеся в библиотеке когда мы добавили библиотеку control library мы добавили в референсы к этой библиотеке ссылку на сборку систем веб потому что сейчас в библиотеке мы будем использовать элементы управления из по нет контролла библиотеку мы добавляем файл my control с которым находится определение класса my control класс my control наследуется от типа control который мы взяли из пространства имен систем веб юай то есть класс my control это самый примитивный элемент управления который мы можем только себе представить класс control содержит себе много свойств и методов но основным методом который определяет то как серверный контрол отображается пользователю является метод render если мы этот метод переопределяем то мы задаем логику отображения своего элемента управления метод render принимает в качестве параметра объект html text writer наша задача как разработчика элемента управления воспользоваться этим врайтером и сообщить посредством врайтера ту разметку которая будет в итоге отображаться на странице получается что перед тем как отправлять ответ пользователю страница у нас рендерится визуализируется у нас создаются объекты html text writer этот объект передается странице страница записывает в врайтер какую-то основную свою разметку до доктайп хэд создает начинает создавать какие-то основные html элементы структуры html страницы а потом начинает передавать этот html text writer каждому дочернему элементу который заложен странице каждому контролу который находится на странице то есть врайтер как эстафетная палочка передается первому контролу контрол записывает в этот врайтер какие-то данные передают следующему контролу и так до тех пор пока врайтер полностью не пройдется по дереву элементов управления и каждый элемент не запишет в врайтер ту разметку которая должна будет отправлять отправляться пользователю вот когда очередь дойдет до нашего контрола к нам придет врайтер содержащий в себе данные отправляемые клиенту и мы просто возьмем и на 15 строчке с помощью урайтер в райт запишем сообщение hello i'm specialized control запишем это сообщение в разметку и в итоге это разметка уйдет на сторону клиента значит мы создали сейчас элемент управления который просто отображает пользователю тексту теперь давайте посмотрим как этот элемент управления мы добавляем на страницу добавление элементов управления которые созданы как серверные контролы похоже на добавление юзер контролов мы можем воспользоваться либо файлом webconfig либо директивой register сейчас в simple spec control проекте мы видим что библиотека control library подключена в сборке в references на дефолта spx страницы в разметке на третьей строке мы используем директиву register но применяем другие атрибуты они отличаются от тех которые применялись при юзер контрол при использовании юзер контролов атрибутом assembly атрибутом assembly мы указываем сборку в которой находятся элементы управления атрибутом namespace мы определяем то пространство имен где определенные интересующие нас контрол если открыть my control мы видим что control library это namespace в котором находится control а если зайти в свойства проекта то мы увидим что имя сборки control library получается что здесь у нас указаны правильный assembly правильный namespace и остается только создать тег префикс использовать указывать тег name нам не нужно потому что имя тега будет совпадать с именем класса элемента управления поэтому просто задаем имя тега cc1 на строке 14 мы создаем cc1 my control сдаем аидишник и run server когда страница при визуализации дойдет до отображения этого контрола на контроле вызовется метод render который вернет нам строчку и получается что вот здесь в теге див будет просто написано текстовое сообщение давайте запустим этот пример и проверим мы видим что у нас открылся браузер в котором на странице отображается сообщение которое выводилось у нас в юзер контроле если мы посмотрим на исходный код страницы то действительно в том месте где мы применяли юзер контрол не мы вас размещали находится всего лишь одна строчка текст